Добрый вечер. Глупости принято совершать самым умным видом. Если речь идет о какой-нибудь мелкой бытовухе, то в принципе достаточно авторитетного самовнушения. Будто я настолько крут, что всякие глупости вещать могу, замечательно будут они услышаны и поняты. Ближайший пример это алкоголики во дворе, которые вяло переругиваются по поводу того, что Ванька спросил бы нас умных, мы бы ему точно бы подсказали. Мы естественно умные, это само собой разумеется. То, что мы временно пьяные и слегка неудачливы по жизни, это просто течение обстоятельств. А вот если затевается какая-то грандиозная глупость, то для того, чтобы она была озвучена и брошена в народ, обычно привлекается какой-нибудь максимально авторитетный человек, потому что его мудрый облик должен внушить веру в разумность решения, например, гарантирующего полный провал или олицетворяющего какой-нибудь абсолютный идиотизм. По этому принципу у нас устроена Государственная Дума. Очень много людей говорят такие глупости, которые, в общем-то, в принципе, были бы смешны, га бы не от законодателя исходили. И вы помните, что на вершине этой пирамиды недоумения стоял Грызлов, заявивший, например, что Государственная Дума это не место для дискуссии. То есть человек даже, в принципе, не утруждал себя тем, чтобы почитать нормативно-правовую базу, что такое Государственная Дума, зачем она была создана. Но зато Грызлов это ведь чрезвычайно авторитетное лицо, поэтому, собственно, ему порой бы подали такие приятные моменты, когда чудовищную глупость можно было якобы от себя и произнести. Вообще глупости творят все и по всему миру. И в автомобильной промышленности, конечно же, подобных глупостей тоже очень много. И чем она масштабнее, чем она чудовищнее и чем она пагубнее, тем, как правило, выше статус оглашающего очередную глупость. Несчастливы все по-своему, счастливы все более-менее одинаково. Кризис бьет по миру, и автопром, конечно же, пребывает в очень серьезном напряжении. По Европе видно, что все, Европа себя вот в нынешней бизнес-модели потихонечку исчерпала, особенно Западная Европа, поэтому приходится закрывать заводы, а это очень неприятно. Тем более, что закрытие завода означает, что становятся лишними люди с довольно высокой квалификацией. Но вы видели, у нас на глазах в режиме онлайн погибала фирма СААП, в Трольхеттоне осталось несколько тысяч очень даже рукастых ребят, которые абсолютно никому не нужны. Завод под ноль был вырублен топором, вывезен в Китай, где сейчас и будет после эксгумации, видимо, как-то надет на чучело для размахивания и самоудовлетворения китайцев. У французов очень серьезная ситуация, и если Рено, являясь частью государства, в общем-то чувствует себя замечательно, хотя бы в силу того, что бюджет Франции в отношении Рено так же не иссякаем, как бюджет России в отношении АвтоВАЗа, при всем при том, Карлос Гонн человек решительный и безапелляционный, он может рубануть с плеча, при этом он рубит не ради самого пиара, а потому что он прекрасно понимает свой следующий шаг. И когда Карлос Гонн кого-то увольняет, он понимает, зачем он это делает, и взявшись за реанимацию покойника под названием Ниссан, привел его к нынешнему состоянию расцвета, и мало кто уже помнит, что Ниссан подыхал. Даже как-то неудобно говорить, такое ощущение, что Ниссан был всю жизнь великолепен, а потом просто стал еще лучше, потому что туда пришел Карлос Гонн, ну как с Митсубиси, например. Она такая великолепная, ну просто, видимо, станет еще лучше, хотя прогноз на ближайшие годы, что она скончается, наравне с фирмой Судзуки, например. Так вот, возвращаясь к французам. У французов в Рено один сценарий, а вот у ПСА, концерна Peugeot и Citroёn, у них, конечно, трагедия абсолютно полная, потому что за один только прошлый год у них убыток был практически под 7 миллиардов долларов, это 5 миллиардов евро. С кредитами, с государственными не очень получилось, тем более, что когда они пришли и сказали, дайте нам денег, они сказали, а вы нам, пожалуйста, в обмен на наши денежки на 3 миллиарда евро, что-нибудь экологичненькое, быстренько сбацайте. Картина такая, что ты сейчас сдохнешь с голоду, а тебе говорят, ну давай вегетарианскую диетку нам пропиши, и мы посмотрим, может быть, мы тут тебя каким-нибудь листиком салатика покормим. И попытка, например, как-то присоседиться к GM с тем, чтобы с Opel сплясать, она тоже все никак не может дойти до логического завершения, потому что уже и немцы с американцами, с одной стороны, не хотят, чтобы Opel превращался в Peugeot, а с другой стороны, они понимают, что это естественная утечка очень интересных технологий, которых у французов пока нет. У французов очень серьезные системные ошибки. Французы, например, вы видите, как у нас на рынке себя ведут, когда достаточно неплохие автомобили, они засовывают чудовищные совершенно двигатели и коробки, особенно автоматические, поза-поза вчерашнего дня. И ведь больше нигде этого нет. То есть у них почему-то ощущение, что то ли мы с вами недотепы, то ли и так сойдет, а на самом деле это вот от тупика, в котором они оказались. И та самая пресловутая четырехступенчатая автоматическая коробка, которая и у Citroёn, и у Peugeot, и, кстати, у Renault, и даже временами у Nissan, такая всефранцузская автоматическая коробка, она всеми остальными уже отвергнута, а вот этими ребятами по сию пору активно используется. И к нам вот сюда пришла, например, Peugeot 208. Машинка-то интересная, по дизайну более выигрышная, чем многое другое в этом же классе. Но моторов у нее нет, а если коробка-автомат, то вот это вот чудовище. Получается, а какой смысл покупать? В принципе, поза-поза-поза вчерашний день просто в новой обертке. И вот та же самая трагедия, которая сейчас Peugeot 301 или Citroёn C или C, это тоже большая проблема. Peugeot 408 это еще большая проблема, особенно когда у нее вдруг вот этот самый четырехступенчатый автомат трагический. И вот взвешивая все, что происходит, и оценивая свои перспективы, как выяснилось, недостаточно здраво, французы огласили новую свою доктрину выживания. Они, конечно, не называют ее доктриной выживания. Они говорят, что у нас есть стратегическое намерение. И поскольку эта глупость совсем несусветная, то есть это, в принципе, самоуничтожение фирмы Peugeot. Citroёn-то еще побарахтается. А вот самоуничтожение фирмы Peugeot озвучить отдали генеральному директору Максиму Пика. Максим Пика сказал, что, вы знаете, мы теперь будем делать очень специальные машины, рассчитанные на премиального клиента. Как видится премиальный клиент французу, например, Максима Пика. Это человек, который очень любит, когда у него машинка, например, маленькая и внешне производящая, недостойные впечатления дешевки, но купленная по цене самолета. И, видимо, Максим Пика считает, что это очень перспективно. Они говорят так, у нас есть свой премиальный клиент, но премиальный клиент обычно от нас уходит, потому что у нас нет премиальных автомобилей. А мы и не будем их делать. Мы будем делать премиальные модификации. Ведь Peugeot 607-ю-то сняла с производства и больше ничего не поставила. Вершина это 508-я. 508-я очень хорошая машина, она просто опоздала ровно на поколение. Она должна была прийти на французский и на мировой рынок в 2001 году. Не пришла. А сейчас уже все, они проиграли. Из класса D их вышибли пинком в зад, и, видимо, надолго. 508-я будет бороться, но она одна. Вот эта третья серия, четвертая серия, трехсотки все, они сейчас уже тоже проигрывают рынок. А французы, вместо того, чтобы пытаться как-то диверсифицироваться, и, может быть, понятно, почему они лезли в объятия к Opel, потому что они хотели их платформы, но они здесь не преуспели, и дальше они говорят, мы тогда будем лакировать то, что у нас есть. Citroёn пошел по этому пути и создал подразделение DS и всю модельную линейку, например, DS5, вершина. Он построен на платформе Peugeot 307 2000 года, то есть 15-летней давности платформа. Но красивые бантики. И Citroёn-то выживет как раз именно за счет того, что они линейку DS заявили раньше. А Peugeot-шники, они говорят, мы теперь будем... Все то, что у нас есть, просто две модификации, для бедных и для богатых. То есть Peugeot 208, версия для бедных и для богатых, с хорошим салоном. И у нас там будет парочка новых лампочек. Ну и, конечно, там моторчик мы получше подберем. А Peugeot, например, 308 будет для бедных и для богатых. Снаружи не отличишь, но внутри. А самое главное ценник. И 508 то же самое. У нас есть 508 для бедных и для богатых. Вот именно эта стратегия, все, это конец. Это смерть фирмы, это признание того, что мы больше не в состоянии делать серьезные большие автомобили. Мы уходим в сегмент того, что есть. Мы не можем сделать шаг вперед, мы можем сделать прыжок в сторону. У нас не хватает денег, а по большому счету у нас уже не хватает мозгов. Мы не знаем, как выкручиваться. И парадоксально то, что, рассказывая о том, как у каждой новой модели теперь будет две модификации для бедных и для богатых, генеральный директор Максим Пикас сказал, что это востребовано клиентами. Мы провели исследование, и, например, в России. О, обалдеть! Это, оказывается, мы с вами любим, когда машина снаружи производит впечатление дешевки, а внутри она дорогая. И наоборот ведь у нас. Французы об этом не знали. Они не знают, что наш российский девиз «На грош пятаков». Мы любим, наоборот. Мы любим, когда машинка снаружи выглядит, как настоящая крутая тачка, а то, что у нее внутри дешевка, никого не волнует. И вот помните, когда сюда пришел Ниссан Премьера последнего поколения, тот самый похоронный Ниссан Премьера, похоронивший, в принципе, само название, потому что позором все это закончилось. У этой машины основные продажи были на модификацию с Матром 1.6. Потому что снаружи-то не видно. Дешевый, подешевле купил. Но здоровый ящик, я купил настоящую большую японскую машину, а то, что у нее педальный привод, ну, мои страдания мало кому понятны будут. Французы посчитали, что вот здесь они придут и сыграют на доверии клиента. И мы будем приходить и с удовольствием покупать «Жигули» по цене «Мерседеса». «Ситроен» именно на этом и обжегся. Они несколько лет тому назад привезли в нашу страну модификацию «Ц5», великолепного «Ц5», хорошего «Ц5», «Ситроен Ц5» на гидроктиве, замечательно, с мотором В6, с дизельным, 241 лошадиную силу, по цене 2 миллиона. Вот человек, который купил себе француза за 2 миллиона, он не может объяснить, как ему это удалось. Почему по цене японского внедорожника, более авторитетного, купил себе француза? Продаж у этой машины не было. И французы считают, что они все посчитали, вот эта стратегия полностью себя оправдает, они придут и... И все. На самом деле это конец. Вот это точно конец «Пежо». Москва потихонечку задохнулась всего лишь в 6-ти бальных пробках, то есть движение уже практически парализовано, кольца стоят, вылетные магистрали стоят, с позиции «Яндекса» это всего лишь 6 баллов. То есть летите, ребята, со свистом у себя к подвору, ну а все остальные, к сожалению, послушайте Сергея Асланяна. 65, 10, 9, 9 и 6. Виктор, вы у нас первый, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас слышать. Я хотел задать два вопроса. Первое. Я с 94-го года ездил в свое время на кран широких, ну, фантастические машины, ну, по моему мнению. Последняя машина у меня была «Джип-командер». Ух ты, хороший аппарат. С каким мотором у вас был? 4.7. Ух, шикарный агрегат. И сколько он у вас пробежал? Он у меня пробежал, ну, с 8-го года. Я как увидел его на тест-драйве, я вообще-то хотел брать «Кайзер-300Си», вот, приехал в салон, смотря, там выставили этого красавца. Ну, я, значит, тест-драйв сделал и, конечно, купил его. Вот, и ездил с 8-го года по 12-й. Потом, значит, много поездил. Где-то 160-160 тысяч. Замечательно. Ну, потом мне его разбили. Одна самошедшая маза в меня влетела, разбила очень сильно. Сезон, так, очень, ну, кризис и так далее. Не было возможности восстанавливать. Я его продал в таком виде. И меня удивило то, что его сняли с... с производства. Первый вопрос, почему такую шикарную машину сняли с производства вообще? С перепугу. Потому что они ведь сняли ее не в 12-м году, они ее сняли несколько лет тому назад. На волне вот того самого грандиозного испуга, когда кризис, а тут еще набежали макаронники, такие в мелких штанишках, размахивающие моцареллой, с воплями. Зачем вы делаете большие машины? Они не экологичны. Давайте мы вас научим делать джип-командер из нашего Фиата Панды. И на этом, собственно, все и закончилось. И с перепугу машина сделана на платформе Гранд Чироки. То есть машина-то по унификации выходила очень дешевая, потому что то же самое в другом кузове называется Гранд Чироки. Пожалуйста, сделайте. Хотите такое, хотите сякое. А американцы, они вот иногда почему-то начинают глупить, так вот однозначно совершенно. И под натиском итальянцев, в общем, ребят недальновидных и похоронивших всю свою собственную автомобильную промышленность. Они так аккуратненько капнули в штанишки и сказали, ой, да действительно, а что это мы? И похоронили гениальный аппарат, которым они не умели торговать нигде, кроме как за пределами Америки. То есть именно в Америке продавали. У нас вот были вы, купили его, еще пять человек его купило. А вообще всерьез объяснить, насколько это грандиозный автомобиль, показать его преимущества. У нас ведь не зря все московское представительство, весь офис это такой предмет насмешек. Вот если хочешь посмотреть, как люди не умеют заниматься автомобильным бизнесом, посмотри, что делают в Крайслере. В Крайслере сидят люди, сопоставимые с нашей Госдумой. Они тоже не понимают, что они творят. Они совершенно не в курсе, а как работать, а как продавать. А что, командор кому-то нужен? Ой, как здорово. А давайте нашу легенду, джип, например, ой, Рэнглер, давайте продавать его по цене самолета. Все же понимают, что это легенда? Все же любят покупать легенду по цене самолета. А мы их еще припугнем. У нас настоящее американское качество. И вот в этой куче глупости погибает все, что только попадает к ним в руки. И командор в том числе, конечно же. Ну, увы. Машина была просто фантастикой. Дорогу держала невозможно. Там ты будешь кататься в поворотах, а машина идет ровно, ровненько стоит. Машина очень достойная, ну, а внешность у нее, в принципе, переплюнула было... Рутальная. Да, конечно, конечно. Я во внешность вообще сначала влюбился, а когда проехал на ней, так вообще выбор был однозначный. И второй вопрос. Вот сейчас как племянку взял Мазду 6-ю, восьмого года. Так привыкаю к ней постепенно, но не очень ее понимаю. Она какая-то немножко задумчивая. Двухлитровая. На автомате? Да, да, на автомате. Ну, понятно. После американца, конечно, у вас автомат. Вообще, Мазда 6, она, в принципе, девочка хорошая. Она очень любит, как партизан, быстро припасть к земле, пониже, чтобы, если какая-то неприятность, летит над головой. И вы еще бампер ей не оторвали, передний и задний? Нет, нет. Бампер не оторвал, но в дождь попал, одну лопасть от вентилятора оторвал. О, ну, после просто серьезной техники Мазда 6-я такая плоскодонка весельная, на которой, конечно, нужно иметь другой навык управления. Ну, да. Сколько вы на ней пробежали, на шестерке на своей? Ну, я не поместил на ней. Ну, знаете как, у вас ведь точка отсчета серьезный автомобиль. Мазда 6, она вообще рулится хорошо. Да, да, держит дорогу. Держит дорогу замечательно. Она рассчитана на человека с огоньком. Она, в общем, через какое-то время начнет вас провоцировать. Вот после того, как вы забудете, что такое 4.7 и привыкнете к пониманию японского 2.0, она вам откроется своей душой и талантами. Но при этом, конечно, она не станет ни в какой степени подобием привычного для вас мира. Потому что Grand Cherokee это другой взгляд на планету Земля. А Мазда 6 это хорошо. И самое главное, что когда она вам надоест, вы ее быстро продадите. Шестерку у вас нежно купят в ту же секунду. У нее самый большой плюс это высокая ликвидность. А по бензину вообще 92 лучше или 95 лучше заправлять? Потому что 95 уже на приставках в основном. Если у вас есть где-нибудь проверенные друзьями, соседями и чужими моторами заправки, то 95, конечно, лучше. Потому что на 92 она тоже поедет, но у нее будет расход топлива заметно выше, чем на 95. Она, конечно, любит 95. она и от 98 не откажется. Но это уже не нам с вами. Зачем такие делать подачи? Ну, Мазда, там за счет присадок повышают. Я поэтому спросил. Конечно. Именно за счет присадок. Ну, как и все в нашей стране. В нашей стране паленой водки и модифицированного хлеба. Откуда может взяться нормальный бензин? Проверяем ли себе? У меня один раз убили уже этот самый фондовский движок на Розе в 120-м. Жене я купил в свое время. Роскошная машина была, но 95-й убил просто движок. И, к сожалению, вы не застрахованы от того, что в ближайшие лет 50 на любой заправке с риском для здоровья своего двигателя вы будете заправляться и потом обязательно двигатель прикончат. Потому что у нас, вы же знаете, как развивается в этом отношении законодательство. Оно позволяет любому производить плохой бензин и как только сверху кто-то топает ножкой и говорит давайте сделаем хороший. Прибегают нищие, ну вот эти, которые вот там нефтяники и говорят ну денег-то нету. Отец родной, ну ты чё? Икра же кончилась чёрная в холодильнике. Мы как можем себе это позволить? Поэтому, конечно, у нас хорошего топлива в принципе не будет никогда. Игорь, здравствуйте. Алло. Алло. Добрый день, Сергей. Здрасте. Очень рад с вами познакомиться. Спасибо вам. Всегда с интересом слушаю ваши передачи. У меня вот какие вопросы к вам. Один по поводу гольфа седьмого. Двигатель 1.2 турбированный. 105 лошадок. Мы его купили дочке. Только совместно купили. Ну да. Она до этого ездила три года на Гранд Витаре. И с 5 лет и решили обновить машинку. Она, как только увидела гольфа, сразу влюбилась. А прежде смотрели новый Аурис и смотрели С4. Угу. Как интересно. Троенщик. Так. Ну, в конце концов, дочка определилась с Вольцвагеном. Но всё-таки вот вы называете некрасно легенды. Но я считаю, что это тоже автомобиль легенды проверенный. Ну. Хорошая, замечательная коробка. И вы что скажете? Что от него можно ждать? Игорь, вот то, что мы с вами считаем, уже неважно. Потому что Игоревна влюбилась в него, а это самое главное. Это точно, точно. Всё остальное не играет никакой роли. Мотор хороший. После Гранд Витара она обязательно ему рассадит бампер и пару раз приложит его об люк, потому что Гранд Витара воспитала её несколько в ином восприятии дороги. Сейчас она болезненным, самым болезненным образом научится понимать, что всё-таки земля не такая ровная, как кажется. Ну и вам, естественно, придётся из своего кошелька эту, к сожалению, инициативу постижения как-то нивелировать. Ну что же делать? Сам по себе аппарат хороший, мотор хороший, и если не вот это физическое воздействие нашей действительности, сам по себе он не сдохнет. Но дочка об этом догадается только после пятой серьёзной поломки. Ну это уже у неё третий автомобиль, она прошла уже школу всяких там этих, начинала с ВИФС, с ВИФС прям в первый же вечер был оторван бампер у неё. Нормально. Познакомились заодно. Да. Ну, Гранд Витара, конечно, она повыше, она себя поуверенней чувствовала. Она многое прощала, и она немножечко у неё сбила точку отсчёта. Сейчас Гольф её на землю-то обратно и вернёт. То есть, вседозволенность закончилась, теперь она будет летать быстрее, потому что 1.2 с турбиной, он очень хороший мотор, и в принципе он себя ведёт так, как будто он 1.8. Он моментален в отзыве, он хорош, всё. В этом отношении немцы достигли очень высокого уровня. Но высокого уровня не достиг дорожный просвет, о чём вас как раз и уведомят на станции техобслуживания. Да-да, я вот этого жду. Ждите-ждите, это будет обязательно, потому что барышня за рулём, да ещё тем более, когда папа, любящий папа, платит, папа будет платить много. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. Приветствую вас на этой станции с помощью большого программы, которую я узнал только, когда вы на эту станцию пришли до этого. К сожалению, не пересекался на других станциях с вами. Сергей, мы с вами даже иногда ездим в разных вагонах, метро, и тоже не пересекаемся, но так бывает, ничего страшного. Да, у меня два вопросика. Вот первый к гаражным вот этим байком-анекдотам, который касается, ну вот просто чисто поговорить про модификаторы трения, вот, и второй, ну чуть-чуть более личный, но очень близкий, это что можно взять после 120-го Prada? Ну, после 120-го Prada ничего не страшно, потому что эта машина вас научила быть практически таким же прозорливым, как водитель 130-го Зила, а после этого что боятся? Можно даже 150-ку взять, она вам покорится. Машина чуть-чуть похуже, чем 120-ка, но она надежная. Чем хороши ленд-крузеры, тем, что это отдельный совершенно бренд у Тойоты, имеющий иную надежность по управлению, по комфорту, по тому, как работает там двигатель или коробка, особенно тормоза или руль, огромное количество нареканий, но после того, как вы выжили за рулем 120-ки, 150-ка хорошо, а все остальное как-то уже странно, потому что вы же не поедете там на Паджиро-спорте или каком-нибудь там трейл-блейзере, вы будете сами себя неправильно видеть в зеркале, вам покажется, что вы что-то не то сделали. 150-ка, это нормально. Либо тогда уходите в другой класс, например, куда-нибудь в объятие к Фольксвагену, там живет Туарек, а Туарек, он молодцом, но это другой способ видеть землю, а модификаторы трения, они чем хороши, тем, что это как раз современные сказки для взрослых. Вот пока мы были с вами маленькими, нам мамы читали что-нибудь про колобка, а когда мы подросли, нам вокруг очень много народа рассказывает про модификаторы. Ну, некоторые из этих модификаторов двигатель убивают сразу, некоторые позволяют пожить. Новости. 65, 10, 9, 9, и 6, все те же 6 баллов, все те же муки на дорогах, проехать невозможно. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Неделю назад с вами обсуждали, вот я выбирал между L200 и Halux. Так. Вот. Продал, значит, свой Civic, поехал, заказал L200. Так. Но что-то меня смутило, и в итоге спустя 4 дня поехал и купил Halux. Вот. Не знаю, насколько это правильное решение, вот поехал я на нем 60 километров, вот. Чувствую себя каким-то водителем грузовика. Ну, в принципе, впечатление ничего так. А вы какой Halux купили, в какой комплектации? По-моему, два с половиной, нет, на механике, два с половиной, вот, Elegance, по-моему, называется. Ну, все понятно. То есть... Последний, последний перед трехлитровыми. Ага. Ну, вы монетку бросали перед тем, как отважиться на Toyota? Нет, знаете, меня отговорил товарищ, который работает в Rolfi, ну, в Hyundai, говорит, что действительно, говорит, очень много косяков по обслуживанию Mitsubishi. Конечно. Вот. потом, говорит, жутко какие-то почему-то дорогие запчасти. Очень. Частенько, говорит, вылетают амортизаторы и там что-то по колодкам, говорит, очень сильно, как-то они быстро изнашивают. Ну, как-то он, ну, очень полуправительный на его на его советы, аргументы. и, в общем, а, ну, плюс, значит, еще был такой момент, начитался там всяких формов, там, полагокрашеное покрытие у Эльки, плюс, просчитал страховку на Mitsubishi, обошлась где-то около сотни на Hilux 43, вот. Ну, и все это вкупе, как бы, меня толкнуло в итоге обратно к Toyota, как иногда, ну, как раньше, как-то было. То есть, приятель вас дружески запугал, а поскольку приятеля в Toyota не нашлось, и там бы вас встретил точно такой же патологоанатом, который бы вам бы рассказал, что с его позиции, вот он за последние лет пять, стоя в ремзоне Toyota, не видел ни одной не сломавшейся Toyota. Это как проктолог после смены, идущей по улице, изумляющийся на то, что люди повернуты к нему неожиданной стороной, даже улыбаются. Но Toyota это хорошо, это та же самая рама, это тоже задний мост. Вы практически осуществили детскую мечту, потому что многие мальчики в детстве мечтают быть водителями больших грузовиков. Не все же космонавты, а вы, наконец-то, стали владельцем такого среднетоннажника. Ну, по ощущению, после Civic, конечно, кажется, что это 130-й ZIL. Нет, это ГАЗ-53. То есть, это не та весовая категория. Жить, конечно, с ней будет очень интересно. В этой машине много любопытного. она, в отличие от Mitsubishi, сделанной в Таиланде, она, как Toyota, сделана в Таиланде. Поэтому... Не-не, Toyota в ЮАР, по-моему. А, да, сейчас к нам погнали ЮАРовский, да. Сейчас как раз к нам пошли ЮАРовцы. Вот, да, Chevrolet из ЮАР у нас пошел, потому что ЮАРовское качество, там же люди совсем другого цвета, чем в Таиланде. И амортизаторы, соответственно, не текут, косяков в сервисной сети нет. Тойотовская сервисная сеть, она долгие годы лидировала в нашей стране по чудовищности обращения с клиентами. Стоимость запчастей, там была такая же космическая запредельная, но в этом отношении Рольф, конечно, вырвал пальмы первенства, и, наверное, страшнее, чем обслуживание в Рольфе, на сегодня, скорее всего, и нет никого. В этом отношении ваш приятель пугал вас фактами, а не эмоциями. А сам по себе автомобиль, вот, лето, травка зеленая, птички поют, солнышко светит, машина новая, ну, красота же. Ну, Константин, ну, ведь великолепно. А вот эти все остальные переживания, прав я был, не прав я был, это не играет никакой роли. Классный автомобиль, сейчас вы на него навернете аксессуаров, на то, что вы сэкономили, вот на все эти деньги вы сейчас купите туда мешок всяких интересных вещей. На зиму хорошая резина, обязательно, потому как без этого на дороге стоять она не будет. Кузов чем-нибудь прикрыть, ну, чтобы оно там не очень много сугробов собирало. И наслаждайтесь. Ну, ведь красота же. И мотор хороший, и сидится удобно. А во-вторых, Константин, ну, вы уважаемый человек, это же Toyota. Да ладно. Это же, это что-то такое Mitsubishi, да? Я говорю, я говорю, что мне еще не хватает по комплектации пулемета в кузове и бензопилы на заднем сидении. Ну, какая-нибудь хускварна, конечно, в хозяйстве не помешает, а пулемет, знаете, очень-очень рекомендую вам дробовик Спас-15 на сошках, производит впечатление ручного пулемета. И, кстати, хорошо стреляет. Дробовичок, классная штука. Константин, поздравляю, замечательная машина. Ну, перестаньте переживать. Выбор сделан, все, женились уже. Теперь наслаждайтесь. Алексей. Сергей Степанович, здравствуйте, очень рад, что связался с вами. Рад всегда вас слышать. Ну, со мной связаться, вы знаете, Алексей, это довольно всегда нетривиально. Со мной свяжешься, потом не развяжешься. Как ваше отчество, Алексей? Алексей Борисович. Алексей Борисович, я рад вас слышать. Алексей. Тогда, если можно, я тоже просто Сергей. Хорошо, Сергей. Вопрос следующий. Что вы можете сказать о новом рейндж-ровере-спорте и в плане надежности, в плане гамми двигателя? Интересует, вот если на нем трехлитровый, как на старом, EZ, вот, и ваши рекомендации по этой модели. Вы авторевью поглядываете изредка? Да, да, вот как бы я смотрел, да, ну, алюминий, легче, динамические характеристики лучше, вот, но там, правда, по-моему, в авторевью там рассматривался с более навороченным двигателем. А все, там, по-моему, Алексей Борисович, фишка-то в том, что пока непонятно, какие двигатели в итоге на наш рынок придут. Вот именно поэтому сейчас идет разговор о том, что, а гляньте, как интересно, а уже и с нагнетателем есть, а уже и дизель, смотрите, какой, а уже и бензиновых целая гамма, а вот, ну, мы тут это, сейчас мы тут вот в представительстве сядем, подумаем, что бы такого интересного сделать. Тем более, что, вы помните вот этот спор, например, по поводу запаски? Вхрячить ее во всю задницу или все-таки не вхрячить? Они еще сами не решили. То есть, машина почти готова, они уже заявляют, что она абсолютно серийная, хотя это не так, и у них пока еще не все получается. Сейчас они научатся ее склеивать нормальным, уже хорошим клеем на конвейере, потому что она же, вы помните, она клееная, сварная, в основном клееная. То есть, вот они ее сейчас начнут склеивать, и в московском представительстве наконец-то произойдет прояснение разума, они скажут, мы в страшной борьбе выбили специально для нас те двигатели, которые нам сверху разрешили выбить специально для нас. Вот тогда мы узнаем. Сейчас эта интрига абсолютно не раскрытая, мы понятия не видим, что там будет. У нас есть только домыслы, слухи, сплетни и очень важные заявления, потому что, да, да, знаете, да, там будет, там двигатель будет, точно, мы вам машину на рынок с двигателем поставим. Ждем? Понятно. Еще Сергей Степанович, очень коротко, вот что вы можете сказать, вот мне, в принципе, нравится, как бы, внешне, по высоте, Land Rover Freelam, но меня совершенно не устраивает двигатель, который на нем стоят. Вы не подскажете, нет ли на нем, или вот не появится в ближайшее время все-таки шестицеледовый двигатель с нормальными характеристиками, а не четыре цилиндра, потому что я был на тест-драйве, и меня, ну, как бы, совершенно не впечатлили вот его. А вот они сейчас с этого же года взяли и поставили на него турбированный, вот тот двойной бензиновый, который делает его практически гоночной машиной, с хорошим расходом топлива, как у V-образной восьмерки, он там живет под тридцатку, но он же и летает с ним шикарно, то есть наступаешь на педали, ты уже в телеграфном столбе. Он, по-моему, Потому что на его, когда они сделали, вроде как объявили, что сделали шести цилиндровый бензиновый двигатель, там, по 250 лошадок, там, чуть-чуть не доходя. Ну, у нас... На фрилансах они этого не сделали. Вот они пока сделали, значит, у них вот этот, который 190 лошадиных сил, но, в принципе, у них 3,2 рядная шестерка бензиновая, она официально на наш рынок заявлена. Такая штуковина существует. Поэтому осталось только вытрясти душу из дилера с тем, чтобы он эту штуку добыл, хотя бы для тест-драйва. Потому что по официальным данным, что называется, из категории полных официальных, мы декларируем, что у нас есть 3,2 рядная шестерка, ну, давайте посмотрим, где она есть. Но вы какого чуда ждете от этого мотора, что он будет что, динамичней? Или что произойдет? Ну, я вот хотел бы, чтобы он по динамике был, но не хуже, чем на вот Ауди Фольтфлагене 3 литра дизель. Это вы, это вы, это вы, это вы, с чем, с Купятом сравниваете, с Тигуан? С Купятом, да, с Купятом. Ну, знаете, все-таки англичане, они коленку-то расшибут, давать пинка своей машине так, чтобы она летала, как резиновая женщина из анекдота. Не получится. И они все-таки не под это, трансмиссионно они не под это затачивали. И именно поэтому вот Эвок, в принципе, это же женская побрякушка, такой аксессуар. У нее есть хорошее там колье на шею и хорошие перстни, а еще у нее есть красивая штука под названием Эвок. И вот он должен как-то быстро летать. Фрил, он все-таки должен изредка лапкой трогать глину и грязь. И, в принципе, ему достаточно вот той шестерки. Но вообще, они, конечно, делали ставку на турбированный бензиновый, который 190 лошадей. И с ним он уже будь здоров, как летит. И здесь я боюсь, что все-таки это субъективизм. При сопоставимых результатах Ку-5 кажется быстрее, кажется динамичней. Вы застали период владения с Жигулями? У вас в анамнезе есть какая-нибудь пятерка, семерка? Ну, Нива. Нива. В дальнем анамнезе. Давно было дело. А вот помните, как на карбюраторной машине, если укоротить пружинку, приводящую на педали, то оказалось, что машина динамичнее. То есть в сервис приезжаешь, тебе подрезают эту пружину, после чего-то наступаешь на педаль и говоришь, о, ребята, вот теперь из-под себя рвет. Хотя не изменилось вообще ничего. В принципе, машина та же самая. И все-таки лендровер, он считает, что фрил, он должен иногда месить грязь. Хотя они, конечно, молятся у себя в уголочке, говорят, господи, только пошли там клиента, который не догадается, что его нужно толкать в грязь. Он же там помрет, бедный. Понятно. Понятно. Но вообще, вот, осталось только найти 3.2 и все будет хорошо. Валерий, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здрасте, Валерий. Я хотел бы задать вопрос по поводу нового Chevrolet Trailblazer. Да, грандиозная машина. Шикарный ящик. Вы на нем катались? Вы знаете, нет, у меня даже смеха не хватило на него слиться. Вот. Но я на него посмотрел сразу же, как только он появился в салоне, очень удивлен. Чем? Ну, вообще, какой его характеризм ящик, я не знаю, ящик, коробка. Это... Я не понимаю, у кого ума столько хватило, чтобы машину приличного класса увесить таким пластиком, сделать неубираемый третий ряд сидений, какие-то непонятного размера подстаканники. Все очень странно. Ну, как? Коптива кажется классом выше. Коптива это элегантная, хорошая такая городская машина. А здесь же, вот раньше вы помните, какой был трейлблейзер. Был очень симпатичный автомобиль, чистый американец. Потом взяли, сделали кальку с японцев у Паджеро Спорт и Л-200. Тот же самый принцип. Пикап Колорадо и на его агрегатной базе навернули трейлблейзер новый. И сделали его для кого? Для недоразвитых рынков. В первую очередь для ЮАР, для бедняков из России, потому что русские это такие, которые, значит, в ушанках с пьяными медведями ездят по красной площади на санках. Ну, самый раз. Топорный пластик самый раз. Вот эта геометрия самый раз. В принципе же внедорожником стал. Ведь предыдущий чиркал пулзом по земле, а этот уже нет. При этом этот выше, да. Да, этот выше. То есть геометрически он стал внедорожником. Он стал проще, он стал другим, но меня он, честно говоря, тоже изумил во многом. Перерыв на новости. Ну, 65, 10, 9, 9, 6. Виктор, здравствуйте. Алло. Алло. Добрый вечер. Здрасте. Я регулярно слушаю ваши передачи, но, к сожалению, дозвониться удалось только первый раз. Это не к сожалению, это к радости. Ну, может быть. Я слышал ваши критические высказывания по поводу коробки DSG Volkswagen. Так. Был такой. Я являюсь владельцем вот такого автомобиля, которому 3 года и пробег 33 тысячи. Так. Ряд вопросов. Первый вопрос. У меня несколько раз появлялось мигание индикатора режима коробки на панели приборов. После того, как заглушишь двигатель на минуту, на две, это исчезало. Причем, это было и летом в жаркую погоду, и зимой применусь 15-20. Обращался Volkswagen, обращался к официальным дилерам. Результат ноль. Кто-то сталкивался, или вы сталкивались с этим, или нет. Является ли это проблемой, может ли она каким-то боком вылезти. Знаете как, поскольку диагноза нет, ведь это, что называется, общая лампочка самочувствия. И конкретно, какая была проблема, они только по кодам ошибок могут сказать, когда они подключают компьютер. Не нашли ничего, сказали. В том-то и дело, что не нашли, что называется, либо дефект плавающий, либо его вообще нет, это был просто глюк электрики, когда не та капелька не в том месте замкнул не тот контактик. Но ДСГ, к сожалению, поскольку по надежности своей вызывает массу вопросов, то мы вправе подозревать что-то недоброе. Но работает пока исправно, соответственно, ничего не сломалось. Пока едем. Да, тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу, да. Второй вопрос. Вы говорили, что они сделали гарантию 5 лет на этой коробке. Да, они официально объявили, что даже в такой недоразвитой стороне... А правое дело имеет это или на вновь покупаемая машина? У них есть момент вступления этого обещания в законную силу. С какого момента именно? На самом деле могу уточнить, как оно у них работает. Но поскольку ваша машина на гарантии... Нет, уже кончилось несколько месяцев. Несколько месяцев назад кончилось, а у них это существует по-моему с начала этого года, 13-го. По идее на вас это должно распространяться, потому как машина вся не гарантийная, а на коробку те самые 5 лет. Ну, если это так, было бы неплохо. Ну, собственно, для того и сделано, чтобы вы верили, будто вас не бросят в тяжелую минуту. Будем надеяться. И последний вопрос. На автомобиле с ручкой при замене колодки я заводил двигатель, включал первую передачу и напильником снимал кромки диска. Ух! Это на каком же таком автомобиле? На Пассате. О! Это было, видимо, много Пассатов тому назад. Ну, пару-тройку машин, да. Три Пассата тому назад я делал такие вещи. Это вы мастерски подгоняли одно под другое. Вот, можно ли, вообще можно такую вещь делать и можно ли это делать на автомате ДСГ? А зачем? Вы просто любите этот маникюрный вариант мероприятия? Прийти и подточить? Или что? Нужда вас зачем толкает в разборке с ДСГ? Да, в общем-то, ничего не толкает, просто кромка, она и есть кромка, ее же говорят, надо протачивать диски. Ой, ну, если вы настолько пытливы разумом и умелы руками, то поскольку, в принципе, там те же самые два сцепления, просто был один, стало два, и вы можете своим пытливым разумом заранее спрогнозировать, чем это кончится, то борьба с кромкой, конечно же, которую дилер проводить не будет, она к чему-нибудь да приведет. Но сказать, что это хорошо или плохо, сможете только вы мне, а не я вам. Когда вы позвоните, скажете, это тот самый Виктор, который своим напильником взял и сломал коробку, или наоборот. Знаете как, машина-то сломалась, а коробка до сих пор по квартире ездит. Я понял. И последнее хочу поделиться. У меня полетела лампочка с поворотники зеркала, повторители зеркала. Так. Вчера потратил несколько часов в интернете, искал советы бывалых, как починить, заменить эту лампочку. Оказалось, что надо разбирать полностью зеркало. Ничего удивительного. А вы привыкли, как в «Жигулях», там, где лампочка погасла, там отвернул и вставил? Ну, наверное, да. Нет, ну что вы, знаете, с тех пор, как аккумуляторы прячутся под сидениями, либо в крыльях, бачки расширительные заперятаны в такие места, что не найдешь, а, в принципе, открыл капот и увидел только красивую плиту с надписью, вот за это время мир изменился до такой каверзы, что не зря не только лампочки меняются на сервисе, но вот у BMW-шников, например, там, даже долив какой-нибудь обычной технологической жидкости, это тоже сертифицированным человеком, в сертифицированных перчатках, за норма час, не замерзайки долить, это тоже, там, 50 евро будет стоить. Ой, вы знаете, вот с этими нормы часами я сталкивался у официальных дилеров, когда была откровенная халтура. Конечно, а еще столкнетесь много раз. Да я подозреваю, причем это и у японцев, и у немцев наблюдается. Это не потому ли, что и там, и там были русские люди? Или были японцы и немцы, чистокровные? Да нет, это Россия. Это наши, конечно, мы же своих родных прекрасно понимаем, он же вас с нежностью, он же понимает, что вы купили машину, которую он не то, что купить, он даже украсть ее не сможет, никогда. Ну и как он к вам будет после этого относиться? Да. Тем более, что, тем более, что, скорее всего, он был из какого-нибудь другого региона, где у него много голодных, и потом все-таки, ну, еще не вся водка выпита, а тут уже вы, уже ваша машина. Ну, как иначе? Тем более, что у нас все-таки дилерская сеть, она же деградирует, но у нас, в принципе, что у нас не деградирует? Ведь мы даже, вот совсем недавно, буквально, вместе со всем миром шагнули в цифровую эру, завели себе мобильные телефоны, ведь в отношении мобильных телефонов мы от мира не отстали ни на секунду. Но посмотрите, как стремительно деградирует наша мобильная связь, качество связи, до какого скотства докатилась тарифная политика. А вот этот, например, скандал со Скайпом, когда МТС попыталась на него наехать и серии Скайп уводят у нас клиентов, мы тоже хотим быть такими же, как Скайп, чтобы можно было палец о палец не ударить, но при этом огрести много денег. Правда, хорошо, что им дали по рукам. Казалось бы, вот мы это не изобретали, мы в мобильной связи не придумали вообще ничего, мы пользуемся тем же, что во всем мире. И технологии, и техника, но только руки наши, голова наша. Приезжаешь в Европу, связь работает, приезжаешь в нашу страну, получаешь вот это Г-4 раза подряд. И в отношении автомобилей те же самые люди, наши, родные, любимые, технология зарубежная, инструмент зарубежный, а совок наш, поганый, ничего ты с ним не поделаешь. И казалось бы, официальный дилер, сервис, гарантии, ха-ха три раза. Конечно. Вот прям вот он любит нас как родных за свою нищенскую зарплату. Александр, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Очень приятно до вас дозвониться. В декабре 2011 года приобрел себе Ford Mondeo дизель двухлитровый, 140 лошадей. Очень я доволен был аппаратом. Но, такой момент. В тот момент мой ребенок был грудным. Шесть месяцев буквально. И вроде бы, вы знаете, этой машины хватало, это седан. На следующий год я поехал в Финляндию со своей женой без ребенка. И когда возвращался, понял, что я еле-еле смог увезти все с собой, все, что я там купил. Позже я поехал в Финляндию уже на Новый год и пришлось покупать там багажник Тули, потому что иначе я бы просто ничего не увез. В связи с этим у меня встает вопрос. Я начинаю чувствовать, что этой машины мне не хватает. Она седан, у нее не очень удобный багажник в плане входа в него, потому что он достаточно узкий. Но я настолько сильно влюбился в дизель, что не хочу от этого отказываться. Но при этом мне уже нужно что-то побольше, да, вот как молодому семьянину. Что вы посоветуете? Ну, тут несколько вариантов. Первый, это не давать больше кредитку жене. Тогда покупок будет гораздо меньше. Это я покупал сам. А, это на вас шоппер напал. Дело в том, что в Финляндии это такой шоппинг, где ты покупаешь вообще все, от химии до одежды. Поэтому это и не только здесь жена работает. Причем почему-то то же самое у нас стоит дороже и в несколько раз хуже. Я вас понимаю. Это так и есть. Вы не рассматривали какой-нибудь грузовик Scania, например, с хорошим таким прицепом? Ой, нет, спасибо. Это просто немножко дороговато и думаю, что по количеству топлива, которое она будет поедать, я просто не потяну. Плюс, ну как же возить партнеров на Scania как-то не очень удобно. Вот на Мондео удобно было, а вот теперь нужно уже задумываться о чем-то чуть-чуть побольше и в то же время и вот как-то достаточно солидное. Вам нужен вполне представительский автомобиль с кузовом седан, но чтобы у него при этом был здоровенный багажник? Наверное, да. Либо какой-то, может быть, паркетник типа Outlander. Я об этом задумывался, но вот пугает то, что бензин. Я все-таки действительно стал фанатом дизеля. У паркетников как правило багажник небольшой у Outlander туда-сюда, но он не сильно больше. Единственное, что вы поставите сетку, чтобы вам по голове не прилетел чемодан и тогда у вас багажный отсек будет под потолок загружен, да, но тем самым вы даете самому себе ответ на вопрос а не поискать ли вам какой-нибудь универсал. Да, или минивэн. Или минивэн. Но тут возникает что же делать с партнерами, потому что самый оптимальный седан для перевоза не только людей, но и большого количества багажа это автомобиль класса D. Ну, какой-нибудь там Equus, S-Class, Bentley. Вот Bentley очень хорошо пойдет и партнеры будут довольны и багажник большой. Только откуда же я денег-то возьму на Bentley? Ну, Александр, знаете, это не машины дорогие, это мы с вами мало зарабатываем. Это точно. Может быть, просто там в Финляндии туда-сюда еще пару лишних контейнеров с чем-нибудь на реализацию? Просто я думал, вот еще смотрел Opel Zafira новый, достаточно симпатичная машинка, но пугает там двигатель 1.4 турбированный, боюсь, что все это, вот турбина очень быстро умрет. Ну, не быстро, но умрет, а потом все-таки там сзади у него, ну, не так уж и много места, реально не так уж и много. То есть, у вас получается так, вы хотите купить любой большой автомобиль, но об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз, до понедельника. Используюсь. Используюсь.